Правительству Азербайджана поручено подготовить и представить в парламент проект поправок в государственный бюджет на 2023 год. Об этом сказал президент Эльхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению. Отмечено, что доходы бюджета по линии налоговых и таможенных органов в январе-марте на полтора миллиарда монатов превысили прогнозы, а за год дополнительные поступления госбюджета составят не менее трех миллиардов монатов. Основная часть дополнительных доходов бюджета пойдет на восстановление Карабаха и Восточного Зангизура, сказал глава государства. В частности, ускоренными темпами проходит восстановление Лачина. Как отметил президент Эльхам Алиев в этом городе, число только частных домов составит 570. Одновременно будет готово более 140 квартир и уже летом удастся заселить 700 семей. А до конца этого года жители смогут вернуться в села Забух Иисус. Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени. Также в городе Шуша, по словам президента Азербайджана, успешно строится первый жилой комплекс. Вскоре будет заложен фундамент второго. Тем временем строительство жилых зданий в городах Ахдаун, Визули и Зангилан идет по плану. А в городах Кельбаджар и Джабраил проводятся подготовительные работы. Восстановление идет экономическое, социальное, строится жилье, инфраструктура создается, новые рабочие места, создаются объекты социального быта, энергоснабжение, водоснабжение. Все это будет обеспечивать всестороннюю полноценную жизнь Латчина и в целом региона. Конечно, она имеет очень важное экономическое, социальное и политическое значение для Азербайджана. Этот регион в целом, Кельбаджарский, Латчинский, Зангиландский, этот регион в целом обладает огромным ресурсным потенциалом. Значит, природные ресурсы здесь, земельные ресурсы, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы, огромный туристический потенциал. Возвращение к Кельбаджару, Латчина, Ахдам, Зангиландский, Забраил и другие освобожденные районы даст огромный импульс социально-экономическому развитию этого региона. Это будет способствовать решению задач стратегического развития Азербайджана, уверены эксперты. Успешная и своевременная реализация восстановительно-реконструкционных работ в Карабахском и Восточно-Зангизурском экономических районах Азербайджана будет способствовать успешной и своевременной реализации программы Великого Возвращения. Первый удачный опыт реализации этой программы мы видим на примере села Агалы, Зангиландского района, куда уже переселены семьи, которые живут при комфортных условиях проживания, к их услугам. Больницы, школы, взрослое население обеспечено работой. Одновременно идет строительство таких же умных сел в Латчинском районе. Идет реконструкция села Забух и Сус. А нам также известно, что к 2030 году в Карабахе будут открыты 150 тысяч новых рабочих мест. Продолжая тему возвращения вынужденных переселенцев в Латчин, отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана заявило о продолжающемся восстановлении внутренних автомагистралей города. Проект реализуется быстро и качественно, заверяют в агентстве, и завершение работ планируется в ближайшее время. С этой целью в район переброшено необходимое количество персонала и техники. Восстановительные работы проводятся в соответствии со строительными нормами и правилами. Протяженность двухполосных дорог составляет 59 километров, ширина 3-3,5 метра. С восстановлением внутренних дорог города в окрестностях Латчина будет построена современная дорожная инфраструктура. Это обеспечит комфортное передвижение как для местных жителей, так и для туристов. Также по информации Госагентства автодорог активно ведутся работы, связанные со строительством международного аэропорта. Согласно нормативам ведется удаление растительности, осуществляются выемка скальных пород машинами, а также земляные работы. Международный аэропорт располагается на территории села Горчу Латчинского района. Это будет самая высокогорная воздушная гавань Азербайджана. Расстояние от международного аэропорта до города Латчин составляет 38 километров, до города Шуша 75 километров, до Кельбаджара 59 километров. Функционирование воздушной гавани будет в целом стимулировать социально-экономическое развитие региона и повысить туристический потенциал. Очень важное значение имеет, конечно, создание разветвленной сети транспортной инфраструктуры. Даже аналогов нет в истории, чтобы за такой короткий период, за 2-3 года, чтобы здесь были созданы три международных аэропорта, которые и третьего Латчина будут. Эти аэропорты имеют как экономические, как политические, так и военные значения. Очень важное значение имеет использование ресурсного потенциала, огромный энергетический потенциал. Здесь будут созданы 39 малых электростанций, гидроэлектростанций. Кроме этого, альтернативные источники ветра, солнечная энергетика будут. Зеленая энергетика здесь возрождается заново, с нуля, можно сказать. Продолжение следует...